Сейчас у нас должен появиться на связи Евгений Киселев из Киева. А пока, Паш, у меня почему-то аналогия пришла такая немного странная. Вообще Трамп мужчина очень темпераментный. Известно, что он и женщин меняет очень часто и менял, по крайней мере, в прошлом. Так вот, может быть, когда он говорил про 100%, он имел в виду, представлял при этом тот же самый Израиль в виде женщин, которой можно все обещать, пока не женился. Ну, тем более, это подтверждает мои слова, что я с опасением отношусь к слишком темпераментному мужчине, который дает слишком много обещаний. По-моему, если уж перешли мы на язык о взаимоотношении полов, любая женщина, когда ей слишком много обещает, должна как-то оздороваться. Парк, давай мы о женщинах после эфира еще поговорим. Тем более, у нас на связи из Киева Евгений Киселев. Евгений, рад вас приветствовать. Добрый день. Добрый день. Ну, я думаю, нашим телезрителям вас не надо представлять. Единственное, напомню, что вы сейчас живете и работаете в Киеве, у вас новая телевизионная программа на одном из телеканалов. Но на нашем телеканале мы сегодня говорим об американских выборах и подзаголовок нашего эфира «Выборы в США выиграет Россия». И по традиции, Евгений, по традиции, которая у нас сложилась, первый так называемый сквозной вопрос, вопрос, который я адресую всем нашим сегодняшним гостям, экспертам, он звучит так. Насколько близким к истине является мнение, согласно которому русская тема в предвыборной риторике Хиллари Клинтон нацелена в первую очередь на возможный пересмотр итогов выборов в случае победы Дональда Трампа? Вы знаете, мне кажется, что это конспирологическая теория, что в случае победы Дональда Трампа никакая российская, пророссийская риторика не сможет ни в одном американском суде послужить основанием для пересмотра итогов выборов. Но тем не менее, уже раздаются голоса о возможности якобы проведения импичмента, если не дай бог победит именно Дональд Трамп. Вы слышали что-то об этом? Вы знаете, по-моему, это досужие сплетни, не более того. Я регулярно слежу за всеми серьезными публикациями, которые появляются по поводу предвыборной кампании в США. Есть масса сайтов в интернете, которые перепечатывают статьи из Нью-Йорк Таймс, из Вашингтон-Пост, из Уолл-Стрит Джоналл, из других подобных солидных изданий. А что там языком, как помелом, метут разные бабки в интернете, такие виртуальные бабки? Ну, давайте даже временно это... Какой импичмент? Это бабка, этой бабкой... Какой импичмент? О чем вы говорите? Какой импичмент? Евгений Алексеевич, этой бабкой была Мадлен Олбрайт. Дважды в интервью своих последних она об этом заикнулась, по крайней мере. Ну, вы знаете, я этих цитат не видел, честно вам скажу. Знаете, в интернете очень много информационного мусора. Очень часто попадаешься на заголовок Мадлен Олбрайт что-то сказал, а потом выясняется, что ничего она не говорила. Евгений Алексеевич, тогда о другом я хотел уже вас спросить. Пожалуй, не мне вам рассказывать, наверное, никогда со времен, ну, пожалуй, времен Барри Голдуотера российская, тире советская пресса, советские средства массовой информации, российские средства массовой информации не были так ожесточенные и критически настроены к одному из кандидатов президента. Речь идет, естественно, о Хиллари Клинтон. Как вы считаете, для чего России сегодня это нужно? Уже готовят свой, извините за пафос, свой народ к тому, чтобы все уже сегодня знали, кто виноват? Виноват в чем, простите? Виноват в том, что происходит в России. Ну, то, что Клинтон виноват во всех бедах России, мы слышали уже давно об этом. Владимир Владимирович Путин говорил еще, по-моему, в начале 2012 года, когда были так называемые болотные и сахаровские выступления, так называемая русская зима. Это все было и давно прошло. Я, кстати, не соглашусь с вами, что со времен Барри Голдуотера Россия была вот так вот критично настроена к одному кандидату и не критично к другому. Ну, знаете, я помню, что и в 68-м году Никсона рисовали как страшного рекционера. Я помню, как я еще был молодой совсем, мальчишка, может быть, помню, где-то был в гостях, и вдруг с перевернутым лицом входит в комнату хозяйка дома и говорит, ой, что же теперь будет, это что же война теперь будет, Никсон на выборах победил. Точно так же потом рисовали в самых черных красках президента Рейгана. Так что нам не привыкать. Я думаю, что кто бы ни стал президентом в Соединенных Штатах, Кремлю не будет, даже если Трамп победит на выборах, хотя пока он, несмотря на все победные реляции тех, кто симпатизирует ему в российском руководстве, он все-таки позади, все-таки разрыв сокращается, но лидирует по-прежнему Хиллари, и даже если, тем не менее, тенденция переломится и победит Трамп, все равно он не будет удобным партнером для России, для Путина. Евгений Алексеевич, а насколько вы согласны с мнением, неоднократно мне приходилось его слышать, читать об этом, что, дескать, выборы на самом деле в Соединенных Штатах сегодня проходят очень скучно, неинтересно и, более того, напоминают чем-то выборы 96-го года в России, когда есть конкретный враг, когда осталось только лозунги выкинуть той поры, голосуя, то проиграешь, выбирай сердце, имеется в виду Хиллари Клинтон. Вот вы, человек, который знал те выборы, участвовал в тех выборах фактически, внутри были, похожи или нет? Нет, я думаю, что такие параллели некорректны. Во-первых, честно говоря, выборы, которые проходят в Америке, мне безумно интересны, они интересны хотя бы вот с этим сюжетом неожиданного подъема человека, которого считали клоуном и которого никто всерьез не воспринимал, и все говорили, ну, знаете, Трамп, он вообще участвует в президентской предвыборной гонке исключительно для того, чтобы набрать дополнительные очки для своего публичного рейтинга, и даже ходили шутки, что вот телекомпания NBC, которая транслирует его шоу, может разорвать с ним контракты для того, чтобы подогреть к себе интересы, к своему шоу, он и решил поучаствовать в предвыборной кампании, а в итоге, вот смотрите, стал кандидатом от республиканцев. Во всяком случае, я вспоминаю, как писали американские газеты и журналы о выборах года два-три назад, и тогда было такое ощущение, что вообще исход предрешен, и ясно, что будет баллотироваться Хиллари Клинтон, и никто не сможет ей помешать, а все-таки какая-никакая борьба, но идет, я думаю, что это все чрезвычайно интересно, и никакой параллели с 1996 годом не вижу. Еще вопрос, Евгений Алексеевич, Вашингтон-Пост, цитата из Вашингтон-Пост, в минувший понедельник там написали следующее, цитата, «Наверение Кремля может заключаться не в том, чтобы повлиять на выбор в том или ином направлении, а в том, чтобы посеять хаос и пичкать граждан пропагандистской жвачкой с нападками на политику США по строительству демократии по всему миру, в особенности в странах бывшего СССР. Скажите, пожалуйста, Вы верите в то, что сегодняшняя Россия в состоянии посеять хаос где-нибудь, кроме как в самой России? Честно говоря, я не очень в это верю. Я понимаю, что Россия сейчас тратит очень большие средства на то, чтобы заниматься внешнеполитической пропагандой, в том числе разного рода так называемыми активными мероприятиями. Я склонен верить тем публикациям в американской прессе, которые утверждают, что, скорее всего, связанные с российскими спецслужбами хакеры действительно могли стоять за кибератакой на серверы Национального комитета демократической партии Соединенных Штатов и другие общественные структуры. И более того, вот то интервью, которое дал Владимир Путин на агентство Блумберг, оно, если внимательно в него вчитаться, весьма двусмысленное. Потому что в какой-то момент он говорит, я вообще не понимаю, почему мы говорим о второстепенных вещах. Кто это сделал? Мы должны обсуждать, что в результате узнала общественность, а кто это сделал, как, почему, это вообще второстепенные вопросы. Ну, нифига себе второстепенные вопросы. Я об этом вот даже заметку сегодня написал на сайте радиостанции «Эхо Москвы» по поводу так называемых второстепенных вопросов. Я бы посмотрел, как кремлевские пропагандисты кричали, голосили, и какую бы истерику они устроили, если бы, предположим, какая-нибудь лайф-ньюс опубликовала информацию о том, якобы американские спецслужбы с помощью каких-нибудь нанятых ими хакеров пытаются взломать серверы предвыборного штаба «Единой России». Представьте себе, какой бы стоял вой и виск. Но, понимаете, все-таки американская демократия с ее многовековыми традициями, с ее сложнейшими системами сдержек и противовесов, ну, она не может быть поколеблена всеми этими косорукими российскими пропагандистами. Евгений Васильевич, и последний вопрос, это второй сквозной вопрос сегодняшней программы. Можно ли уже сегодня предположить, что тема здоровья Хиллари Клинтон в оставшееся до дня выбора время вытеснит русскую тему из предвыборных риторик, баталий, даже несмотря на то, что Дональд Трамп приказал, как пишут, как говорят, своим помощникам никоим образом не реагировать на вопросы о физическом состоянии своей соперницы? Знаете, что я вам скажу? Действительно, нынешняя предвыборная кампания, она в каком-то смысле уникальна с той точки зрения, что уже давно, может быть, на протяжении нескольких десятилетий российская тематика не была в повестке дня так высоко. Действительно, темы, связанные с Россией, с Путиным, с гибридной войной, которую Россия ведет против Украины, с Крымом, с безопасностью балтийских союзников США по НАТО и многие другие вещи. Я не говорю уже о Сирии, о Ближнем Востоке, о российском влиянии в ближневосточных делах. Вот никогда так не обсуждалось тщательно и подробно. Действительно, впервые за долгое-долгое время эта тематика находится, ну, что называется, среди тем, среди топиков первого разряда. Но все же я думаю, что, ну, уж так устроена Америка, что внутренние темы, в том числе тема о том, является является ли Хиллари Клинтон физически способна для того, чтобы выполнять обязанности президента в случае ее избрания, она, конечно же, любые темы, связанные с Россией, отодвинет на второй план. Сказавши это, замечу, что вполне вероятно, что ничего там такого особенного нет. Ну, жара, пожилой человек, закружилась голова, стало дурно. Ну, сказали уже, что пневмонии у нее. Ну, это больше, вот на той пленке, которую я смотрел, которую смотрели, наверное, десятки миллионов зрителей во всем мире, она скорее напоминает человека, который перенес там солнечный или тепловой удар. Со мной, со здоровым мужиком однажды такое было. Ну, всякое бывает в нашей жизни. Посмотрим. Посмотрим. Ну, факт тот, что мне совершенно очевидно, что на протяжении вот тех неполных двух месяцев, уже меньше двух месяцев осталось до выборов в Соединенных Штатах, конечно же, огромную часть предвыборной борьбы, предвыборной дискуссии будут составлять вот разного рода такие информационные вбросы компрометирующего свойства. Особенно мы их будем чаще-то получать со стороны критиков Хиллари Клинтон, со стороны республиканского лагеря. Поэтому у меня нет никаких сомнений. Дальше будет просто интересно посмотреть, не окажутся ли эти вот вбросы компромата своего рода бумерангом, которые вернутся и ударят очень больно по самому Трампу. Потому что люди в Америке искушенные, особенно те, кто ходит на выборы, и они могут сказать, слушайте, вместо того, чтобы вести предвыборную дискуссию по поводу серьезных проблем, они обсуждают какую-то ерунду. Ну, разве такой человек, который не может говорить о серьезном, а говорит о каких-то вот мелочах, трясет грязным бельем своего конкурента, разве он может стать настоящим президентом нашей страны? Ну, в общем, ждать осталось недолго. Недолго. Евгений Александрович, еще вопрос хочет задать мой сегодняшний год из студии, наш коллега-журналист Павел Маргулян. Паш, пожалуйста. Евгений, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, я вот высказал такую мысль на основе, как мне кажущееся, недовольства большинством американцев обоими кандидатами. Потому что мне кажется, из того, что он наломал дров Трамп, Клинтон должна была вести с преимуществом 80% против 20%, мы этого не наблюдаем. Она представитель той системы, которая американцам тоже поднадоела. Не знаю, насколько вы глубоко разбираетесь, я извиняюсь за это предположение, в американской политике, допускаете ли вы после этих выборов какие-то изменения, вплоть до возникновения какой-то третьей политической силы в США? На фоне недовольства американцев. Вы знаете, я, конечно, лаптем щи наливаю, ни хрена не понимаю в американской политике, а иначе, наверное, вы бы меня не позвали сюда. Но, тем не менее, осмелюсь предположить, что чуть-чуть ориентируюсь в этих материях. Я думаю, что да, безусловно, в американской политической жизни назрели перемены. Да, безусловно, нынешние выборы это в значительной степени выборы, где, по сути дела, произошел вот такой вот антиэстеблишментский бунт. Трамп это не кандидат эстеблишмента, и то, что его поддержали избиратели республиканской партии, свидетельствует о том, что многие граждане страны устали от вот этих самых лощеных, политкорректных, говорящих круглыми, отточенными, аккуратными фразами политиков, которые живут и работают в Вашингтоне. Успех Берни Сандерса, который все-таки не сумел стать кандидатом от демократической партии, уступил Хилари Клинтер, но все-таки показал очень высокий результат и перетянул на свою сторону значительную часть молодых избирателей. Кстати, несмотря на свой собственный, весьма преклонный возраст, тоже свидетельствует о том, что и на этом фланге есть такие вот настроения против эстеблишмента. Но я не думаю, что это приведет к созданию третьей силы, третьей партии. Я думаю, что это просто поставит верхушку и той, и другой партии перед необходимостью осознать масштаб проблемы, осознать необходимость внутренних реформ и, засучив рукава, приступить к ним. Вот и все. Евгений Алексеевич, огромное спасибо за это интервью, спасибо, что нашли время. Нам было очень интересно, надеюсь, нашим телезрителям тоже. Спасибо огромное, всего самого доброго и надеюсь, до новых встреч в эфире. До свидания. До свидания. До свидания.